Камчатка в ночь на 14 марта оказалась под влиянием мощного циклона, который принес ураганный ветер и местами сильный снег, сообщили в Камчатском гидрометеоцентре. Циклон начал оказывать влияние во второй половине ночи 14 марта. В Петропавловске-Камчатском порывы ветра достигали 32 метров в секунду. На побережье Тихого океана зафиксированы порывы до 52 метров в секунду. В Петропавловске-Камчатском и Элизаве отменили занятия всех классов во всех школах. Также занятия сегодня были приостановлены в ряде высших учебных заведений. Дорожные службы с ночи несут дежурство на дорогах для обеспечения проезда к социальным учреждениям. Автомобилистов просят по возможности не выезжать на трассы из-за перемётов и низкой видимости. Из-за гололёда было зафиксировано несколько ДТП, в одном из которых пострадали пять машин. Сообщается об упавших баннерах и дорожных знаках из-за сильного ветра. Ранее управление МЧС России по Камчатскому краю передало штормовое предупреждение флоту, находящемуся в Охотском море и в Тихом океане. Там ожидался ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, порывами до 45-50 метров в секунду и ограниченная видимость от 100 до 500 метров, а также осадки. Камчатский противоловинный центр сообщил, что по горным районам Камчатки в период с 14 по 16 марта объявлена лавинная опасность. Сегодня под властью стихии оказались Петропавловск, Камчатский, Елизовский и Усть-Большерецкие районы, Мельковский и Алиутский округа. Влияние фронта непогоды 15 марта распространится севернее, на Усть-Камчатский район. В Норильске штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра, объявленное вчера вечером, сохраняется. Сильный южный ветер с порывами 25 метров в секунду с утра наблюдался в Толнахе, а днем был зафиксирован в Каиркане. Метель и Пурга создают серьезные трудности водителям. Плохая видимость уже привела к серьезной аварии в Норильске. На улице набережная Урванцева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Движение на данном участке было ограничено. Ввиду плохой видимости на автодороге Норильск-Каиркан-Алыкель ввели временное ограничение для движения всех видов автотранспорта. Движение автобусов 31 и 33 маршрутов также было прекращено. Газавтоинспекция настоятельно рекомендует для сохранения жизни и здоровья граждан и их имущества по возможности воздержаться от использования личного транспорта и воспользоваться услугами общественного. Несколько очагов природных пожаров почти одновременно вспыхнули в Чили вблизи Вальпараиса. Ситуация осложняется сильным ветром, который гонит пламя к населенным пунктам. Сообщается, что 12 домов уже пострадали от огня и есть риск воспламенения других. Пожарные пытаются сдерживать пламя, но им мешает сильный горячий ветер и пока что удается только замедлить продвижение огня. В американском штате Канзас, вблизи небольшого населенного пункта Альтависта, с населением около 400 человек, вчера наблюдался сильный торнадо. В регионе также действует предупреждение о сильной грозе. Предупреждение сделано для Уайт-Сити, Уилси и Паркервилла. В Индии продолжающиеся в нескольких регионах затяжные дожди привели к наводнениям и оползням. Один из таких оползней вызвал обрушение здания. О пострадавших не сообщалось. На острове Бали в Индонезии прошел сильный шквалистый ветер. Порывами ветра сломаны десятки деревьев, оборваны линии электропередачи. От падающих веток и деревьев пострадали десятки автомобилей и зданий. В провинции Центральная Ява сильный ветер вызвал нагонные наводнения в ряде населенных пунктов. Сильно пострадал портовый город Симаранг. Большая часть районов в нем затоплена. Затоплен оказался и железнодорожный вокзал Симаранг-Таванг. В городе Купанг затоплены прибрежные районы, в частности сильно пострадал парк. Две женщины на мотоцикле на большой скорости не справились с управлением и, вылетев с дороги, пробили крышу дома в Индонезии. Сами они данный инцидент объяснили отказом тормозов у мотоцикла. Женщины отделались легким испугом и не пострадали. Крупные лесные пожары зарегистрированы в департаменте Кордильеры в Парагвайе. На борьбу с пожаром были брошены пожарные расчеты, которые пытаются сдержать распространение пламени. Ситуация усугубляется сильной жарой и северным ветром, который горячий и к тому же сильно раздувает пламя и перебрасывает его на соседние участки. Власти приказали эвакуировать жителей Сиро Кордильера, чтобы не подвергать их риску. В Турции, в Анталии, вчера прошел ливень с градом и на улицах появились реки со снежно-ледяной кашей. В некоторых районах слой града доходил до 10 сантиметров. Власти японского города Фукуяма в префектуре Хиросима предупредили жителей о кошке, представляющей серьезную опасность для населения, которая могла вступить в контакт с опасными химикатами, когда прыгнула в резервуар на заводе Ноумура Плейтин в Фукуяме. Следы кошки были обнаружены в резервуаре с шестивалентным хромом, веществом, вредным для здоровья человека. Выживание кота сомнительно, но были приняты меры предосторожности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Землетрясение магнитудой 6 произошло на острове Новая Британия в Папуа-Новое Гвинея ночью в 1 час 13 минут, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 50 километров. Эпицентр находился в 65 километрах от Кимби. Подземные толчки ощущались во многих районах острова Новая Британия. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Землетрясение магнитудой 5 произошло на северо-востоке Афганистана в 19 часов 54 минуты по местному времени. Очаг залегал на глубине 130 километров. Эпицентр находился в 44 километрах от населенного пункта Фархар. Подземные толчки ощущались в Афганистане, в Таджикистане и в Пакистане. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.